МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не, а давай переделаем все-таки второй этаж. Вот эту стену снесем. А здесь мы все объединим. И тогда будут две равноценные детские. А это наша спальня. На стеночку выкинем, чертова матери. И здесь сделаем небольшую террасу. Будем сидеть по вечерам, в плядах, пить вино. Ой. Угу. А ты можешь отвернуться? Зачем? Ну, отвернись. Виталий, только ничего не испорти мне. Отвернись. Так, секундочку, не поворачивайся. Так, последний стрих. Все, можешь поворачиваться. Вот. У нас собачка будет? Ну, какая собачка? Это конь. А это я на коне. А вот здесь на коне моя любимая. Ты. Виталик, как же я счастлива. Неужели наши мечты сбываются? Сбываются. Виталик. Лиля, где мой второй носок? Я оба снял у кровати. Один на месте, второго нет. Зачем тебе вчерашний? Возьми свежие. Где они? Там, где всегда, в комоде. Завтра настыл. Понял, я понял. Иду, иду. Так, который час? У тебя часы на руке. Ух ты, горю. Кто-то обещал сегодня газонную котилку отремонтировать. Все сделаю, все сделаю. Позже. Как позже, Виталик? Ну, ты в сотый раз мне уже говоришь. Позже, позже. Лидочка, не начинай. Ну, ты же бежишь, заставаешь. Имени своем не помню с этим тендером. Ты, что ты со своей газонокосилкой? Она такая же моя, как и твоя. Хорошо. Хорошо. С нашей. А то, что у нас сегодня гости, ты помнишь? Гости? Какие гости? У нас сегодня годовщина. 25 лет вместе. Елечка, ну, конечно, помню. Поздравляю тебя. Солнышко, моя. У меня большая просьба. Я заказала торт. Забери, пожалуйста, его сегодня. Да-да. Торт. Торт. Помню. Торт. Гости. Все помню. В шесть часов гости. Угу. Черт. Где? Что где? Портфель. Милая моя, ангел мы храните. Все. В шесть. Да, в восемь. Не в восемь, а в шесть. В шесть, в шесть. Велек, все будет в лучшем виде. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, мяч не подадите. Вон. Отлично. Благодарю. А я, я ваш сосед, Игорь. Здравствуйте. Лилия. Здравствуйте. Очень приятно. Ой, какие-то грязные. Очень приятно. Сломалась? Муж разобрал, а все собрать никак. Времени нет. Помочь? Я буду очень вам признательна. Все, иду к вам. Спасибо. Все же там, скорее. Пошли. Рекомендовавшие себя самым прекрасным... Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, ради этого запоздания. Да, спасибо. Да, спасибо. Так, дамы, господа, как вы знаете, высокая мобильность и безупречная репутация. Прошу прощения, докладчик не представился. Это наш старший финансовый аналитик Виталий Борисович Золотарев. Прошу. Да, спасибо. Так, на чем я остановился? Да, наша компания на рынке уже более десяти лет. Вот, возьмите мою косилку. Канаде заказал. Пробуйте. А я не знаю, что делать. Рычажок. Вот сюда. Нажимайте так. Вот, беритесь за рукоятку и вот так резко на себя дергайте. Таким образом, реализация нашего проекта позволит многократно повысить эффективность строительного бизнеса. Что ж, спасибо. Мы все поняли. Это не все. Еще буквально минуту вашего внимания. Мир стоит на пороге четвертой технологической революции. Суть которой в полной роботизации производственного процесса. Я бы хотел поделиться с вами своей наработкой. Виталий Борисович, извините, что перебиваю, но мы должны соблюдать регламент. Извините, я думал... Я предлагаю совместить приятное с полезным и продолжить обсуждение деталей за ланчем. Прошу вас. Отличный день. Спасибо за интересный доклад. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Прошу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Есть еще некоторые детали, которые мы должны обсудить. Прошу вас. Прошу вас. Покажу ниже. До свидания. До свидания. До свидания. Прошу. Я же просил без самодеятельности. Я просто хотел закинуть на перспективу. Ладно. Похоже, тендер у нас в кармане. Чтоб не сглазить. Вечером расскажу. Ну, все. Нас ждет премия. Еще не ясно. Да ладно, перестань. Тендер наш. Это очевидно. Я предлагаю это дело отметить. Пошли. Нет настроения. А что такое? Что случилось? Просто не хочу. Дружище, не темни. Ну-ка, рассказывай. Не таи в себе. Лёнь, отстань. Все нормально. Просто надоело заниматься этой бумажной волокитой. Эти графики, таблицы. Я инженер. Ученый. А занимаюсь... Черт ли чем. У-у-у. Это кризис среднего возраста. Все. Срочно идем заливать пожар. Давай, бери свой чемоданчик. Тем более, что у меня к тебе есть серьезный разговор. Лёнь. Давай-давай. Лилечка, какой замечательный у вас дом. Все так оформлено. Спасибо большое. Вы дизайнер? Нет, я несостоявшийся художник. Почему несостоявшийся? Я пусть замуж родила, а у старшей дочери оказалась аллергия на краски. Пришлось бросить. А вы чем занимаетесь? Охранными системами. Вы инженер? Не совсем. Сотрудник органов госбезопасности. Бывший. Ну, бывших, как мы знаем, не бывает? Это между нами. Хорошо. Это ваша картина? Да. Это моя старая работа. Восхитительно. Правда? Просто прекрасно. А почему здесь? Почему на полу? Это муж все обещает повесить, и все некогда. А главное, у меня все инструменты лежат подготовлены. Эти гвоздики. Лилечка, извините, не подержите? Конечно. Ага, ага. Так, сейчас вот уберу. Подставайте сюда, здесь удобнее. Аккуратненько. Ага. Вот так, вот так. Ага. Может быть, повыше ее? Да, повыше можно. И правее, мне кажется. А, правее? Привет. Да. Ой, привет, сынок. Здрасте. Это наш младший сын Максим. А это наш сосед Игорь. Максим, очень привет. Привет, Игорь. Ну что, пойду я, наверное, а то засиделся у вас. Лиль, картину непременно вешайте на это место. Спасибо. А вы знаете что, приходите сегодня вечером. У нас годовщина свадьбы на Василии. Это неожиданно. Я обязательно приду. Спасибо. Тогда до вечера. До свидания. До свидания, до вечера. До свидания. Мам, а тебе не кажется, что он на тебя запал? Выпусти, не говори. Он единственный, кто мне помог. Дрель, подай, пожалуйста, на сзади. Мам, давай, я намек понял, давай через полчасика повешу. Я просто сейчас документы в комитет отправлю и все. Какие документы? В какой комитет? В Олимпийский. Я... Я просто завтра в Красноярск улетаю тренироваться. Красноярск? Ну, да. А долго? На год. Мам, мам. Хорошо. В поддержку этого решения проголосовали в личной комиссии о прочь подставшейся плане. Я готов. Айми. Да, Озо. Откуда ты знаешь, какой зовут? Бейджик. Да. Что ни говори, самой красивой девушке в России, но самой изящной, тонщенной, все-таки в Японии. А ведь я уже мог давно работать в стране восходящего солнца. Надо же. Сколько лет я тебя знаю, ты никогда не говорил о том, что тебя ждут в Японии. Мне, между прочим, предлагали контракт в одну известную международную фирму, когда наша НИИ развалилась. И что ты тогда здесь до сих пор делаешь? Лиля была в положении, и наотрезн отказалась ехать. Я из-за нее такой контракт потерял. Ну, дружище, тебе грех жаловаться. Тебя и здесь неплохо кормят. Лиля у тебя золотая. Тем более, что в комплекте с ней шел дядя Эрик со своей компанией. И прекрасная должность для тебя. Да, но все, что я зарабатываю на этой должности, я отдаю Лиле. Такой вот замкнутый круг. Ни денег, ни мечты. Вот, кстати говоря, о деньгах. Есть одна очень интересная тема. Одна солидная корпорация мечтает поучаствовать в нашем тендере. И они готовы щедро отблагодарить. Так что на мечту хватит. Лен, ты же знаешь, я такими вещами не занимаюсь. Да какими такими? Ну, подумаешь, поменяем одного подрядчика на другого. И все. Поменяем мы, а голову снимут с меня. Я с тобой уже это проходил. Ха, ну никак не к мужу забыть эту историю с биржей. Извини, я предупреждал. Это дело рискованное. Да, но ты почему-то рисковал моими деньгами. Мне до сих пор вспоминают тебе 300 тысяч. Не 300, а 295. Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Давай выпьем. Извините, можете сделать погромче? А. Уникальный алгоритм позволяет роботам не только распознавать... Это же моя идея. Какая идея? Черт, они все-таки его сделали. Да кого они сделали? Робота, считывающего эмоции по мимике лица. Понимаешь, это моя разработка. Я... У меня даже есть патент. А, ну теперь понятно, почему ты в каждый свой доклад этих роботов пихаешь. Я понял. Кто-то украл мою идею и продал ее японцам. Так. Надо срочно связаться с бывшими коллегами. Лилия, черт. Так-так-так. Так-так-так. Черт. Виталик, ну что ж ты такой неуклюжий-то, а? Лилия, торт. Что нам теперь делать? Может, успеем... Может, успеем за новым? Да ладно, перестань. Коробка вон даже не помялась. Ну чего, такое съедим. Лилия, меня грохнет. Я тоже буду скучать. Ну, конечно. Да я с ним к нам приехала, и я должен... Как он будет один в этом красноярске, ума не приложу. Я вот думаю, может, не на пару недель-то мотануть с ним? Да ты что, ни в коем случае. Он наверняка ждет, не дождется, когда вырвется за периметр. В чем ты говоришь? Он без меня чемодан собрать не может. Ну, ничего, научится. Кстати, один философ сказал, что главная задача родителей, это, как говорится, стать ненужными для своих детей. Поняла? Ну, наша семья явно не в курсе этой прекрасной философской мысли. Ну что, сейчас еще Ксюшенька вещи перевезет. Начнется у меня веселая жизнь. Марина, у меня тарелок не хватило. Да? Подожди, я принесу. Мамочка! Здравствуй, моя дорогая. Поздравляю тебя. Спасибо. Это Руслан. Прости, что опоздали. Очень приятно. Здравствуйте. Вы, наверное, вечи долго грузили. Ничего страшного. Это мне? Да. Спасибо, дорогой... Руслан. Руслан, что вы помогаете нашей семье с переездом. Спасибо. Я вас от всей души поздравляю, Лилия Анатольевна. Спасибо. Очень рад, что мы с вами наконец познакомились. Наконец? Мам, мы с Русланом решили пожениться. И жить отдельно, в Москве. День сюрприз. Не волнуйся. В контакте разработчиков и моде. Нужно срочно с ними связаться. Нашел время. Лилия, поздравляю. Папочка, спасибо, дорогой. Привет, Золото. Здравствуйте. Приветствую. Прям невеста на выданье. Лилия, вы тут, ну, располагаетесь. На секундочку, можно тебя? Значит, ты в курсе, что дочь выходит замуж? А сын уезжает в Красноярск завтра. А? На год. Что? Поздравляю, Лилия. С чем? С годовщиной. Ты не знаешь, где мой архив? На первом этаже. Справа. А зачем тебе архивы? Да, да, все, все, понял, понял, понял. Все, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ладно. Лилия? Вы восхитительно выглядите. Да, спасибо большое. Разрешите и мой скромный подарок. Охранная сигнализация для дома. Абсолютно бесплатно. Слушайте, вы на секундочку, на секундочку. Вы располагайтесь, я буквально... Здравствуйте. 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 Виталик, а ты что здесь устроил? Виталик. Хочу найти свой патент. Какой патент? Ты в своем уме? У нас гости. Виталик. Ничего страшного, подождут. Это очень важно. Да важно, что у нас гости? Ты с ума сошел? Дай сюда. Не смей трогать мой архив. Да какой архив? Господи, макулатуру же дам. Что? Макулатура? Да ее в поморку послушать. Дай сюда. Дай сюда. Денечка. Давай руку. Я сама не надо. Вилек, ну прости. Лиля. Ну прости, пожалуйста. Иди. Не трогай меня. Минуточку внимания. Слово предоставляется Мариночке. Спасибо. Ребята, какое счастье видеть вас вместе. Потому что мы-то все давно уже развелись. А вы не сдаетесь, как говорится, тянете лямку. Особенно Лилечка. Здрасьте бог терпения, подружка. Ну что, горько? Горько! 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 Спасибо большое. Я пойду чанчик поставлю. Куда торт делаю? Надеюсь, в холодильнике. Дядя Эрик, дорогой! Лилечка! Ждем, ждем, ждем! Радите, пожалуйста! Спасибо огромное! Ухаживайте! Здрасьте! Милости прочим! Дорогому гостю, можно сказать, по полной. До краешков. Благодарю. Ну что? За твои победы и достижения семью поднял, дом построил, тендер пробил. Молодец! Личка, ты чего? Прости, пожалуйста, торт немного помялся. Дом просто уничтожен, как и все 25 лет прожитые с тобой. Ну, давайте бога, перестань, успокойся. Я не могу успокоиться. У меня больше нет сил терпеть все это. Пойми, друг мой, это невозможно. Это тебе мой счет за бездарно прожитые годы. А это за ворох проблем, которые я решаю каждый день. Это за то, что я для вас солушка, которая приберет, поднесет, приготовит. За то, что я для всех вас пустое место. Да знаешь что? По-моему, пустое место в нашей семье был я, потому что ты всегда решала все за всех. Да, между прочим, пока ты восседала в нашей семье, на этом троне, я, я, между прочим, пахал как проклятый на нелюбимой работе, чтобы у тебя было все вот это. Да, если бы не я уговорила дядю Эрика взять тебя на работу, мы бы так и жили в моей двушке на крайне. Да если бы не ты, я был бы уже изобретателем мирового уровня. То есть это я виновата во всех твоих проблемах? Ты, 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 потому что ты всегда решала все за всех. Виталик, ты убила во мне все самое лучшее, порывы, смелость, мечту. Ты убийца! Я бы уже работал в Японии! Так и катись в свою Японию! Здесь тебя никто не держит! А знаешь что? Я, пожалуй, так и сделаю. Опусти меня! Опусти, я сказал! Виталик, ты куда? А ну стой! Виталик! Да погоди ты! Давай выпьем с тобой за настоящую мужскую дружбу. То есть за нас с тобой, Виталик. Давай. Варышня! Девушка! Пожалуйста, еще сока. Бар уже не работает. Мы закрыты. Ваш счет, пожалуйста. Да, Леня, все, закончили, все. Нет, я не согласен. Сейчас. Я требую продолжения банкета. Аригато. Да, да. Нет, я не согласен, подожди. Слушай, у меня дома такой отличный коньяк, ты язык проглочишь. Поехали. Леня, а она с нами поедет? Кто? Айми. Это? Сейчас узнаем. Айми. Ай! Айми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая Лилька! Лилька опозорила тебя перед всеми! Пусть подумает о своем поведении! Ты едешь ко мне! Мужик ты или не мужик? Мужик, но я еду домой! Ты едешь ко мне! И она с нами! Ай-ли! Ай-ли! Может, надо было поехать с Максиком в аэропорт? Нет! Твой сын давно уже взрослый парень, он сам доберется! Да, вырос мальчик! И кого мы этот дом строили? Для чего все это нужно? Если все разбегаются, как тараканы! Так, в первую очередь, для себя! Знаешь, что я поняла после развода? Если ты будешь жить только для других, то останешься одна у разбитого корыта и с нервным срывом! Вот, лучше выпей венца! Оп! А для себя мне ничего этого не нужно! Я уже различалась же для себя! Я так долго подстраивалась под всех! Не, ну подожди! У тебя вот сейчас скоро внуки пойдут! И муж твой, между прочим, пока еще никуда не делся! Муж объелся груш! Господи! Мне так стыдно, что я такое устроила при гостях! Надо ему позвонить! Чего себе не нанешь? Не хочу позвонить! Как это не доступен? Ну, попозже позвони! Сакура, Сакура, Яйо-Ино, Яйо-Ино! Сакура, Яйо-Ино, Яйо-Ино, Яйо-Изу-Ру! Из-за я, Из-за я, Милю-ка. Айми, ты, богиня мой, расскажи что-нибудь, хотя нет, не надо, и так прекрасно, когда женщина молчит, все, мне пора, я сейчас попрошу Леню вызвать мне такси, Леня, Леня, ой! Доброе утро, Виталийса, я принесла вам заводраку. А где Леня? Не знаю. Спасибо. Это тебе за спасибо, Виталийса. За что? Этой ночью у меня было очень хорошо. Да, у нас что-то было. Виталийсан очень усиленный и красивый мужчина. Эмми, прости меня ради бога, я просто перебрал вчера, если б не это, я бы ни за что бы никогда себе не позволил, честное слово. Виталийсан, вам было плохо со мной? Нет, я просто это, я не очень хорошо помню. Надо, надо срочно домой. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Абонент временно недоступен. Недоступен. Абонент со вчерашнего вечера недоступен. Не знаю, может быть полицию вызвать? Полицию? Да они с тобой разговаривать даже не станут. Они скажут, загулял ваш муж или там, к любовнице поехал. Глупости не говори. Это не глупости, между прочим, поверь мне. Голодных баб, пруд пруди. Уж я-то через это прошла. Вот смотри, он придет с цветами, скажет, что телефон сел, а зарядки рядом не было. Ну, потом там начнет любви клясться, извиняться. И вдруг ты обнаружишь губную помаду или тоналку у него на рубашке. Марин, ты через это прошла, потому что с твоим Гришевым все понятно сразу. Ну, это спасибо большое. Прости. Но ты позже всех нас это заметила. Угу. Виталик не такой. Конечно. Ты знаешь, не хочется тебя разочаровывать, потому что жизнь это сделает за меня. О! Доброе утро. Здрасьте. Здрасьте. Лилечка, солнце мое. Вчера все как-то нелепо вышло. Прости меня. Ну, вот, что я тебе говорила. Явился, не запылился. А где ты был всю ночь? Да ты понимаешь, мы с Ленькой немного выпили, потом завалились к нему и я засну. Еще не позвонил. Ну, телефон разрядился, а зарядки с собой не было. А с Лениного телефона нельзя было любимой жене набрать или может и номер забыла? Да. Мариночка, ты после неудачного брака перешла на тренерскую работу? Угу. Наезжай на Марину. Она, между прочим, здесь со мной всю ночь сидела, пока тебя носила неизвестно где. А ты ждала, что я останусь дома после того, как ты меня унизила при всех? Извиниться не хочешь? Ну, да. Немножко я это, переборщила. Давай, давай, давай. Он сейчас тебя еще и виноватой сделает. Мариночка, можно мы обойдемся без твоих комментариев? И вообще тебе пора домой. Угу. Я уеду, уеду. Вот так. И не прогибайся под него. А вот рубашечку получше рассмотри, когда стирать будешь. Я вон эту измену заверстучую. Так, где аналитика по продажам в прошлом квартале? Ого. Что, проблемы с Лилией? У нас скоро аудит. Эрик попросил все департаменты подготовить отчетность. А, понял. Хорошо. Одну минуту. Кстати, как дядя Эрик отреагировал на ваш скандал? Это не твое дело. Не лезь в мою семейную жизнь. О, хорошо. У меня даже и в мыслях не было. Ну, я надеюсь, с гейшей все в порядке? Нет никакой гейшей. Это была ошибка. Да, согласен. Ошибка. Нет никакой гейшей. Хотя по мне... А почему нет? Веди себя осторожный. Никто ничего не узнает. А я, ты сам знаешь, могила. Я решил обо всем рассказать Лилие. Ты что, с ума сошел? Ты даже не вздумай. Хочешь семью разрушить? Работу потерять? За работу я не переживаю. Эрик меня ценит за деловое качество, а не за то, что я муж его племянницы. Ну, конечно, конечно. Кстати, а ты помнишь разговор о той фирме, которая хотела поучаствовать в тендере? Я же сказал нет. Виталик, не торопись. Вот. Что это? Их предложение. Забирай и уходи. Я же не предлагаю тебе ничего незаконного. Ты просто ознакомься и все. Ну, не понравится? Забудем. Хорошо. Я пролистаю на досуге, но ничего не обещаю. Хорошо. Договорились. Обсудим потом в Нагасаки. Я с собой еду взял. Ну, как скажешь. ВИДАЛИСАН ВИДАЛИСАН Ай... ВИДАЛИСАН Прости. А я вот в лес собрался. Вроде как грибы пошли. Составите компанию? Ай... Спасибо за приглашение. Я... Занята? Стирку затеяли. Хотя нет, я свободна. Ильичка, ну что же, Сань, где ваша очаровательная улыбка? Хорошо. Ваш юбилей произвел на меня впечатление. Честно говоря, я не ожидал от вас такой экспрессии. Сама от себя не ожидала. Чё с утра мне казалось, что мы такая счастливая пара, а потом... Вот. Именно поэтому я до сих пор не женат. Я ведь как грибок. А? Знаете, иногда мне кажется, что у любого брака есть свой срок годности, как у продуктов. Большинство пар даже не замечают, когда он истекает. Отправляются порой на всю жизнь. Наверное. Да не наверное, а точно. Поверьте мне, я по долгу службы насмотрелся, знаете, на разные пары. Вот ещё грибочек. По долгу службы? А вы же говорили, что вы даёте охранные системы. Так и есть. Но иногда, знаете, оказываем, так сказать, особые услуги. Следим за неверными супругами. Малоприятное занятие. Как оно называется эта река? Эта река Москва. Москва? Да. Река Москва. Да. О, а это, кстати, был наш НИИ. Да, в котором я работал. Да, а вот на тех ступеньках я частенько обедал. Там же и встретил… Не важно кого. В общем, знаковое место. Как красиво! Япония. Мое дому стоять на берегу… В Токио. Ты живёшь в Токио? А? Ты живёшь в Токио? А, да, да. Вот чай на Нимадайба? Да. Я восхищаюсь этим районом. Его ведь построили фактически из мусора. Мусора? Да. Берег нарастили переработанным мусором. Я преклоняюсь перед торжеством технологий в вашей стране. Страна будущего. А почему ты уехала оттуда? Отец захотеть меня выдать замуж за сына падать мира. Передать наш ресторан. Но я не хотеть. Я приехать сюда. Но здесь я… Я сама научусь. Я официант. Но я с этой потом управляющий. А потом я открыть свой ресторан. И замуж я выйти только по любви. Айми. 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 Ты удивительная. Удивительная. Я желаю тебе счастья. Чтобы у тебя всё состоялось. Всё в твоих руках, Виталий-сан. Так, а в итоге что? А в итоге он оказался брачный вафирист. Да вы что? Да. Мужику 70 лет. У него три жены. Две любовницы. Система слежения показала, он бывает регулярно по пяти адресам. Так что вот такой гигант. Слушайте. Ну, значит, у нас ещё не всё потеряно. Но я бы сказал, не то, что потеряно. У нас ещё всё впереди. Ильичка, может быть, зайдём ко мне? Откроем бутылочку коллекционного вина. До утра нам с вами никто не помешает. Ой. Ну… В другой раз. В другой раз. Очень жаль. Что ж, ну, надеюсь, в другой раз. Вы меня пригласите. До свидания. Хорошо. До свидания. Вот. Товяченький. Ну, что там у вас? Он дома не ночевал. Угу. Марина, мне кажется, что я у него на рубашке нашла свет от тонального крема. Но, может быть, это и Тор засухший. Тор. Угу. Ты сама-то веришь в то, что говоришь, а? Кому он нужен? Лилечка, ты недооцениваешь женщин в этой стране. Большинство из них готовы вцепиться в любого мужика с руками и ногами. А если, к тому же, он еще не пьющий и хорошо зарабатывает, о, ты оглянуться не успеешь. Как вот этот свой дом и квартиру начнешь делить двадцатилетний профурсет. Глупости не говори. Угу. Глупости. Он мой Гриша, да? Марина, ну правда, ну сколько уже можно про Гришу-то? Ну все же понятно с Гришей-то. Виталик не такой. Конечно, конечно. Не такой. Да я тоже думала, что мой Гриш не такой. А потом оказалось, что квартира наша взята в ипотеху на подставное лицо. Да, и вот в сорок пять лет я вынуждена жить с мамой. Че делать? Че-че, проследи за ним. Ну, чтобы исключить все нежелательные объекты по периметру. Ну, проинформирован, значит вооружен. Не, я не стану следить за Виталиком. Это унизительно. Че-че, 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 че-че. Че-че, че-че, че-че. Че-че, че-че. Че-че, че. Че-че. Че-че. Попробуй. Прости, что отвлекаю. Ну что, посмотрел папочку? Лень, если честно, полное фуфло. Ну, я не могу такое предлагать. Неужели совсем ничего нельзя оттуда выцепить? Здесь почти все надо переписывать. Слушай, Виталь, ну, может быть, ты поможешь людям, а? Ну, ты же в этом деле собаку съел. Ты настоящий профессионал. Тебе не займет много времени. Ты знаешь, у меня от своих дел голова к руку. Не могу. Не могу физически. Ну, хорошо. Знаешь, не хочу тебя нагружать. Но все же пусть она пока побудет у тебя. Ну, вдруг будет свободное окошечко. Полистаешь, посмотришь. Хорошо, хорошо. Ну, повторяю, ничего не обещаю. Ну, и ладушки. Ты на обед идешь, я вот собираюсь в Нагасаки. А Айме будет рада. Нет, ты знаешь, я пас. Хорошо, как скажешь. Кстати, вот ключи от моей квартиры. Я все равно перебираюсь на дачу. У меня там ремонт идет полным ходом. Так что пользуйся. Зачем? Я не просил. Ага. Вчера-то просто так в час ночи оказался у меня на пороге. Эх, Виталик, Виталик. Любовь такое чувство. Знаешь, я даже где-то тебе завидую. Не помню, когда уже сам влюблялся в последний раз. Так что не беги от себя. Пользуйся. Наслаждайся. Удачи. А как будет по-японски красивая девушка? Кабаил. Что, что? Ты что, сказала, стесняешься, что ли? Какая же ты потрясающая. Извини. Так, секундочку. Да? Нет, ты знаешь, что ты меня завал. Буду поздно. А ты где? Ну, как где? В офисе. Где же мне еще быть? А что за шум? Виталичка, извини. Неудобно разговаривать. Пока. Все хорошо? Да, все хорошо. Хорошо. Все очень хорошо. Так, и как же у нас будет по-японски красивая девушка? А? Алло. Алло, Марин. Привет. Ну что, как? Я наблюдала за ним целый день. Он был в офисе. К вечеру начал движение. Сейчас, если верить программе свяжения, он где-то на Мичуринском. Я звоню ему. Он меня уверяет, что он по-прежнему в офисе. Ну, ты уши развесила, да? Ли, я думаю, что я, может быть, что-то как-то не на то нажала, и теперь программа врет. Лили, это кабель твой врет, понимаешь? С любовницей он к гадалке не ходи. Изменяет тебе. Лучше подумай, у кого он может быть на Мичуринском. Какая у тебя маленькая ручка. Маленькая ручка. Чёрт, Лёня, как всегда что-то забыл. Я быстро. Лили, ты вообще, то что ты тут делаешь? То же самое хотела спросить у тебя. Я с Лёней, я тут ему помогаю, дам ему контракт. В таком виде? А где Лёня-то сам? А вот ты знаешь, он вышел куда-то ненадолго. А я пока вот решил освежиться, принять душ просто, вот и всё. Ну, не пригласишь пойти. Леечка, ты знаешь, я с не очень подходящий момент. Не надо пока... Я считаю, сам на подходящий. Леечка, пока не надо с ней заходить. Че-че-че-че-че-че-че-че-че? Где был этот? Лей, Леечка, ты это сюда, лезья. Там Лёня просили. Не надо. Леечка, Леечка, это не то, о чём ты подумала. Честно, это вообще не то, это совсем не то. Вообще не то, совсем не то. Ли, Ли, стой! Стой, Лилия! Субтитры создавал DimaTorzok Лилия! Ну, подожди, я тебе всё объясню. Это не то, о чём ты подумала. Ну, о чём мне думать? Я всё видела своими собственными глазами. Лилия, я тебе всё объясню. Ну, в день нашей годовщины, когда ты меня, ну, в общем, когда мы с тобой поругались, и вот я был не трезв, и вот в ту ночь... Ой, ради бога, послушай, избавь меня от этих подробностей. В ночь, в не трезв... Лень, я не хотел сделать тебе больно. Ну, я с тебя порадуюсь? Лилечка, понимаешь, ну, какая-то часть меня действует самостоятельно, помимо моей воли. Пошлая какая? Лиль, пожалуйста, не уходи. Я не смогу без тебя жить. Я тебя прекрасно понимаю. Очень тяжело расставаться с любимыми, затасканными тапчиками. Ну, ведь примерить-то новые всё равно хочется. Я наивно полагала, что ты меня любишь. И никогда не предашь. Лиль, я люблю тебя. Ты моя душа, моё сердце, моя половина, моя рука. Хорошо. Ответь мне на один вопрос. Если ты меня так любишь, тогда зачем ты... Я... Я не знаю. Как-то само получилось. Я... Наша жизнь стала серой, унылой. Однообразной, как день сурка. Праздника захотелось. Илья, я не это хотел сказать. Поздравляю. День сурка закончился. Лиль, подожди. Ну, подожди. Не надо. Что не надо, Виталик? Я ухожу. Это твой дом. Ты о нём так мечтала. Оставайся. Уйду я. Здрасте. Здрасте. О, привет. Как дела? Что случилось? Лиля меня застала. Сайми. У меня дома? Старик, так она следит за тобой. Не знаю, хотя это у меня в голове не укладывается. В любом случае, я очень рад, что мы с ней поговорили. Так. Так. И что ты теперь будешь делать? Не знаю. Для начала попрошусь к тебе пожить на некоторое время. Пустишь? Конечно. Вот. Потом уволюсь, свяжусь с японцами по роботу и вернусь к научной деятельности. Так. Тебе ведь на первое время понадобятся деньги. Ну, там, пока ты осмотришься, пока начнешь делать свои открытия. Ну да. Занатчиков у меня нет. Все в этот чертов дом грохнули. Вот. Слушай, Виталь. Давай, пролоббируй мою фирму, о которой я тебе рассказывал. Ну, а что, дяди Эрика нету, у тебя право подписи. Ну, ты же все равно уходишь. Давай, давай, давай. Помоги им выиграть тендер. И заработаешь себе на несколько лет безбедной жизни. Либо со своей японкой, либо со своими великими открытиями. Это уж на твой выбор. Лень, у меня жизнь развалилась. А ты лезешь ко мне со своим тендером. Слушай, я вообще-то тебе помочь хочу. Нужды Виталичку ключи от квартиры? Пожалуйста. Нужды бабки? Пожалуйста. А ты как баран уперся. Лень, не кипятись. Я тебе очень благодарен за помощь. Но фирма твоя не соответствует требованиям госконтракта. И перед уходом я не хотел бы подставлять Ленд Групп и дядю Эрика. Даже если мне пришлось умирать от голода в каком-нибудь загибающемся конструкторском бюро. Счастливо загибаться! Айми, Айми, мне нужно срочно с тобой поговорить. Виталий-сан. Да, да, да. Виталий-сан, я боюсь, простите, но что было вчера? Я разрушила твоя семья? Мой брак разрушился уже давно и совсем по другой причине. Пока ищу жилье, Леня разрешил мне пожить у него. Ты со мной? Виталий-сан, это так неожиданно. Может, это судьба? Ты знаешь, если все так случилось, нужно пользоваться шансом. Я получил ответ на мое письмо с алгоритмом. Теперь я могу получить за свой патент большие деньги. Ты поможешь мне провести переговоры с японцами? Да, да, да. Вот. А потом мы поедем в Японию. Можем мы первое время пожить у твоих родителей, если ты не против? Можно, да. Лично. Давай свой паспорт. Зачем? Ну, я сегодня же куплю нам билеты. Нет. Почему? Мой паспорт у подруга дома. Я не могу сразу поехать. Так, давай сделаем вот что. Я зайду за тобой вечером, мы заберем у подруги твои вещи и паспорт, а потом решим, на какие даты нам купить билет. Лиль! Лиля! Лиль! Лиля! Лиль! Господи! Ну, а что дверь-то нараспашку? Я слушаю пустоту. А, ну понятно. У меня после развода и не такие глюки были. Ты какие успокоительные пила, а? Теперь в этом доме так будет всегда. Звенящая тишина. Вот она. Мечта всей моей жизни. Лиля, вот помнишь, я тебя предупреждала, да? Что будешь жить для других, останешься одна в депрессию разбитого корыта. Вот и, пожалуйста, ты растворилась в своем Виталике, а он не оценил твою высокую жертву. Ну что? Прям с поличным взяла, да? Да. Мой брак закончился. И меня нет. Пустота. Так, Лилечка, пустоту надо срочно заполнять. Айми, привет. Где ты? Я не могу до тебя дозвониться. Хочешь увидеть Айми живой? Принеси полмиллиона до десяти вечера. Кто вы? Где она? Это не важно. Если обратишься в полицию, получишь свою девочку по лужучкам. Что? Координатное место встречи я отправлю тебе на твой дом. Кто вы? Так, 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 так. Черт. Так, 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 так. Так. Старик, мне срочно нужны деньги. Вот, достал. Знал бы ты, чего мне это стоило. Спасибо, не волнуйся, протолкну я твою фирму. Вы гражданин тендер. Подожди, ты хоть расскажи, зачем тебе эти деньги? Я на коленях ползал перед суп-подрядчиком, чтобы добыть к десяти часам полмиллиона. Айми похитили. Как похитили? А кто? Я не знаю, это какой-то дурной сон или розыгрыш. Не знаю. Так надо звонить в полицию, она же гражданка другого государства. Что я им скажу? Я даже не знаю ее фамилию. Полиция на ее поиски ведут недели. За это время они с ней могут сделать все, что угодно. Да, ты прав. Надо срочно ехать. Только я поеду с тобой. Вместе мы выглядим как-то солиднее. Даже угрожающе. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. А это нам? Вам. Лилия. Лиличка. Черт, не бежит. Тебе местные тетки часто по ночам пироги носят? Это особый случай. Принес деньги? Давай. Сначала покажите девушку. Айми! Айми! Возьмите, отпустите ее. Айми! Айми! С тобой все в порядке? И то же самое. Я обязана вам жить. Почему они тебя похитили? Кто они такие? Я Куца. Айми! На, согрейся. Если не хочешь, можешь ничего не рассказывать. Мой отец взять в долг очень много денег, потом понять, нельзя расплатиться и сделать ракири. Но почему ты должна выплачивать долги отца? Ты должна обратиться в банк, где твой отец брал кредит. Он должен мне банк, он должен мафия. Мафия свой закон. Я сбежать в Россию, думать не найти они меня. Но я куца везде найти тебя. Много отец твой должен? Очень много. Сколько? Триста тысяч долларов. Виталий, сам, у тебя нет таких денег. Мы пойдем в полицию, я разберусь. Нет, нельзя полиция меня депортировать, потому что я тут нелегален. Я работаю в ресторан-официант по документам подруги. Все, не переживай. Не переживай, я что-нибудь придумаю. Все будет в порядке. Музыка. 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 Вот оставшаяся сумма. Пожалуйста, будь очень осторожен. Держи деньги при себе. Ну, конечно. От этого зависит жизнь Айми. Пойду собираться. Да, да. Ты, конечно, сумасшедший. Отказаться от сытой, привычной жизни ради какой-то мечты и полной неопределенности, не знаю, я бы так не смог. Ты знаешь, мне ответили разработчики Модзи, они готовы встретиться со мной в Токио. Я покажу им еще пару алгоритмов, вдруг они заинтересуются и пригласят меня на работу. Да, это бог, да, это бог. Ты сам-то счастлив? Ну, ну да. Что-то я смотрю не очень. Да Ленька часто снится. Все хочу с ней посоветоваться и тут же понимаю, что ее рядом нет. Да, ты оказался мастер по части вляпаться. Ну да. Ты точно подписал все документы по тендеру? Все готово, аванс уже ушел. Главное, чтобы твои выполнили обязательства по контракту. Ну, а с актами и с приемкой ты уж разберись сам. Не волнуйся, все будет хорошо. Лень! Спасибо тебе за помощь. Да-да, конечно. Будет. Не пропадай. Держись. Алло. Ну, как там Бианин? Виталик, мне пришлось срочно прилететь в Москву. Меня вызвали на разговор в Минстрое. Что случилось? Это ты мне должен сказать, что случилось. У нас большие проблемы с субподрядчиком. Он не соответствует требованиям тендера. Ну да, немного не соответствует. Но у них лучшая спецификация, очень выгодное предложение. Я подумал, что мы можем провести договор с ними через другое юридическое лицо. Значит, это все правда. Ты все знал и подставил фирму. Ну-ка, быстро в офис, ко мне в кабинет. Хорошо. Айми. Да? Я сейчас отъеду на пару часов в офис. Подпишу заявление об уходе. А ты, главное, никому не открывай и никуда не выходи. Понятно? Виталий Александрович, ты успеешь встречаться с ними? Ну, конечно, конечно. Я не оставлю тебя. Виталий Александрович, ты успеешь. Виталий Александрович, ты успеешь. Продолжение следует. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. КОНЕЦ 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 Стойте, стойте! Пустите ее! Я буду звонить в полицию! Стойте! Руки! Стоять! Стоять! Айми! Айми! Отпустите меня! Отпустите меня! Дядя Эрик! Здравствуй! А я... А ты разве не в Германии? Я думала, ты уехал. Как видишь, я здесь. Где он? Кто? Твой муженек. Я не знаю. Я за ним не слежу. А что случилось? Лиля, пока я был в отпуске, он протащил в тендер фирму «Однодневка», которая сегодня закрыла счета и смылась. С огромным авансом. Я просил его приехать ко мне в офис и все мне объяснить. Но он пропал! Пропал! Послушай, у Виталика, конечно, свои недостатки. Но ты же знаешь, он честный человек. О тебе о чем я говорю? Угу. Мне очень бы хотелось думать, что это просто какое-то недоразумение. Я гарантировал компании возврат аванса из собственных средств, ну, чтобы не поставлять Виталика. Но я обязательно должен с ним поговорить. Срочно! О какой сумме идет речь? Двадцать миллионов рублей. Миллионов? Лили, Лили, Лили. Как только он проявится, передай ему, чтобы он срочно связался со мной. Хорошо? Лили, 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 Лили. Моих детей. Какой? Каких детей? Я ничего не понимаю. Слушай, ты смелый парень, да? Только через час ты мне всё равно всё расскажешь. Где она? Я ещё раз спрашиваю, где она прячется? Соображай! А ты как посмела сюда прийти? Простите, я бы никогда не пришла, но Виталий... Ты знаешь, где он? Заходи. То есть, ты поверил, что она настоящая японка? И за ней гоняется японская мафия. Слушай, она развела тебя, как лоха. Ладно. Давай так. Ты мне сейчас скажешь, где она, и я тебя отпускаю. Не знаю. А если бы знал, не сказал бы. Похоже, наш разговор зашёл в тупик. Избавься от него. Избавься от него. Ну, понимаете, Джаник приехал в Москву, он перевёз сюда детей. Я пыталась подкупить Назара, это его слуга. Мы договорились, что сегодня я передам ему деньги, а он мне Айдара и Ильяса. Ну, Виталий поехал вслед за мной. И он помешал. Я смогла сбежать, но Виталий нет. Его охрана схватила. Поехали в полицию. Нет! Что нет? Я здесь нелегально нахожусь. Мне не отдадут детей. Причём тут твои дети? Твой Джаник похитил человека. И насильно его удерживают. Это преступление. Полиция не будет с этим разбираться. Тем более с таким человеком, как Джаник. Он завтра же улетает в Лондон. Полиция ничего не успеет сделать. Виталия могут просто убить. Простите, можно мне воды? Виталий. Связь с домом есть? Нет. Назар сбежал, а у детей моих нет телефонов. Спасибо. А в дом кто-то приходит? Ну, я имею в виду обслуга, там какая-то прислуга, дворники. Нет, они все живут у него. Они не выходят за территорию. Охрана привозит всё необходимое. Хорошо. А в какую школу ходят твои дети? Ни в какую. К ним учителя приходят на дом. Прекрасно. Я сейчас поеду и скажу, что я учительница твоих детей. Они сейчас готовятся к отъезду. Они никого уже не ждут. Да, ты права. Ты права, права. Ну, думай, 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 думай. Как соображать, как связаться с твоими детьми? Телефонов нет, а компьютеры? Есть компьютеры? Да. Они играют в компьютерные игры. Телефонов нет. Телефонов нет. Они играют на прием. Это наш единственный шанс. Вы что, туда поедете? У нас что, есть варианты? Значит, как гости попадают на территорию? У охраны есть список гостей. Значит, слушай меня внимательно. Твои дети должны меня внести в этот список. Они смогут? Да. Они у меня смышленые. Слава Богу. Разворачиваемся. Ой, подождите, но мы… Проезд перекрыт. В связи с профилактикой. Профилактическими мероприятиями. А какими профилактическими? А что, что здесь происходит? Я не имею права сообщать подробности. Разворачиваемся, разворачиваемся. Подождите, подождите, мы никуда не едем. Мы что-нибудь придумали. Лилия, это… Я во всем виновата. Но… Простите меня, я меньше всего хотела навредить Виталику. Я просто хотела вернуть детей. Не реви. Что бы там ни произошло, мы вытащим твоих детей. Лилия, я… Я так обязана вам. Я никогда раньше не думала, что есть такие люди, как вы. Ой, алло, Игорь? Здравствуйте, это Лилия. Мне очень нужна ваша помощь. Лилия, мне надо найти сайт. Стой, я тебе говорю, стой. Где Виталик? Нашли его? Полиция в доме Виталика не обнаружила, но будут продолжать поиски. Вот задержанные в один голос говорят, что там его и не было. А что происходит? Что это за задержанные-то? Задержали какого-то наркобарона. Наши спецслужбы помешали ему сбежать за границу. Так он у тебя еще и наркобарон? Вы что, с ним знакомы? Нет. Илья! Айда! Ну, это муж, любовница своего мужа. Это их дети! Лейтенант! Лейтенант, мы разберемся. Девушка, вы не переживайте, не кричите. Я скажу ребятам, они не будут сообщать никаким службам. Так что уверен, детей вам вернут, все будет в порядке. Не переживайте. Спасибо большое! Спасибо вам, Лиля! Спасибо большое! Даже не знаю, как вас отблагодарить. Да, какие пикантные у вас отношения. Вы его найдете? Не переживайте, я уверен, найдете. Мы найдем его. Спасибо. Я сделаю для этого все, что нужно. Ой, я смотрю, ты не долетел до своей фудьямы. Ты, кстати, вещи забыл. Где ими? Понятия не имею. Айми, что у вас случилось? Куда вы пропали? Почему не отвечаете на звонки? Крошка, выйди, дай нам поговорить. Ну, рассказывай, что у тебя стряслось. Айми, забрала деньги и исчезла. Я так и думал. А я предупреждал тебя, чтобы ты деньги не выпускал из рук. Черт! Я уверен, что всему этому есть какое-то разумное объяснение. Нет. Наверняка похитила мафия. Ну, зачем? Она ведь привезла им деньги. Черт! Я ничего не понимаю! Ничего не понимаю! Что происходит? А с фирмой что? Звонил Эрик сказал, что с твоим подрядчиком какие-то проблемы. С моим подрядчиком? Ты ничего не путаешь? Это же ты. Ты лоббировал новую фирму. Серьезно? И получил за это приличные деньги. Это ты лоббировал новую фирму. Везде на документах стоят твои подписи. Это ты получил приличные бабки и все спустил на свою гейшу. Лиля это может подтвердить. Ты же мне клялся, что твой подрядчик выполнит все обязательства по контракту, что с ним проблем не будет. Руки убери! Ты? Или ты хочешь, чтобы наши акционеры узнали о твоих махинациях? Это дядя Эрик с тобой возится и тебя покрывает! А я молчать не стану! Быстро угодишь за решетку! Какой же ты подонок! Счастливо оставаться, Ромео! Да пошел ты! Идиот! Ну что, вы нашли? К сожалению, нет. Обнаружили недалеко от поселка его машину, но его самого там нет. Сейчас прочесываем окрестный лес, я привлек к поиску еще волонтеров. Спасибо большое! Дальше двинемся к ручью, посмотрим в овраге. Полиция предполагает, что там могли избавиться от тела. От тела? А… Господи! Игорь, вы сворачивайте поиски, он только что вошел домой. Лилечка! Виталий-сан! Айми! Айми! Виталий! Прости меня, я хочу тебе все объяснить. Не стоит. Все, что я сделала, это я сделала ради своих детей. Леонид сказал мне, что ты очень богатый человек. И я не думала, что это приведет к… Крушению моей жизни? И разыграть похищение он тебе надоумил, да? А тебе не приходило в голову, что у него был свой интерес в этом деле? Я об этом даже не думала. Пойми, мне просто нужны были деньги, а он предложил мне способ их получить. Но разве ты не сделала бы то же самое ради своих детей? Но ты могла бы мне сказать правду. Я бы помог тебе вернуть детей через органы опеки, через суд. У Джаника куча денег, он бы нанял лучших адвокатов, которые бы доказали, что я плохая мать. Что я сама сбежала от него, приехала в Москву за ними по поддельным документам. И пусть не по закону, но Лиля и ты, увы, вернули мне моих детей. Спасибо вам большое, я этого никогда не забуду. Ну что ж, пусть хоть кто-нибудь будет счастлив от всего того, что я натворил. Спасибо тебе большое. Подожди. Ну вот, возьми, здесь немного, но это все, что у меня есть. На вот, возьми, здесь немного, но это все, что у меня есть. Я тебе не врала. Ты правда очень хороший человек. Спасибо. Пока. Прощай. Ну что ж, дом в прекрасном состоянии. Участок замечательный, соседи порядочные люди. Думаю, мы быстро найдем покупателей. Мы очень надеемся. Если нужно мебель оставить, мы оставим. Отлично. Значит, я вывешу объявление о продаже и начну принимать звонки. Да. Хорошо. Да. И мне нужно, чтобы кто-то из вас присутствовал на показах. Ну, разумеется. Тогда всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Да. Я-то думала, что мы здесь будем жить долго и счастливо. Ладно, проехали. Как ты вообще? Я в порядке, спасибо. Как ты? Нормально. Ищу работу на удаленке. Как Ксюша тебя чувствует? Лучше всех. Доктор говорит, что у нее просто идеальная беременность. Макс, звонил тебе? Да, звонил вчера. У него радостный голос. Ты не сказал, что мы разводимся? Не сказал. Не говори. Не надо. Он сейчас может расстроиться и переживать. Ему сейчас это не надо. У него очень ответственный период в жизни. Ему не стоит волновать. Лиля, я не сказал, что мы разводимся, потому что я не хочу разводиться с тобой. Я кругом миналат, но я без тебя не могу. Не смогу я без тебя. Сможешь. Лиля, я не понимаю, как это все произошло. Я почему-то забыл, какая ты у меня потрясающая, умная, талантливая. Мне казалось, я зарабатываю деньги, и этого достаточно для твоего счастья. Перестал замечать тебя, перестал интересоваться, о чем ты думаешь, что чувствуешь, если б я это все мог исправить. Я тоже виновата перед тобой. Я не заметила, как вдруг превратилась в какую-то сварливую домохозяйку. Я просто... я просто думала, что твоя жизнь гораздо интереснее моей. И я тебе завидовала. И я злилась. Лиль, ты ни в чем не виновата. Ты всю жизнь заботилась обо мне и о наших детях. Спасибо. Ко мне наконец-то пришло посмертное признание. Посмертное? Почему? Потому что наша семья умерла. Мне пора. Лиль, ну подожди. Ну давай начнем все сначала. Я найду работу, разбогатею, куплю новый дом. Не получится ничего. Нужно каждому идти своим путем. Да, кстати, мне тут Амина написала. Да. Ну и как она? Все в порядке. Она добралась до Астаны с детьми, работает в театре, педагогом по танцам. До нее все правильно. Три счастливые жизни стоят гораздо больше, чем каких-то двадцать миллионов. И один разрушенный брак. Лиля! Лилечка, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Что-то опять вас давно не видно. Как ваши дела? Я переехала в московскую квартиру. Дом этот мы продаем. У вас скоро будут новые соседи. Все-таки разводится. Угу. Что ж, может быть, тогда я как-нибудь вам позвоню, и вы наденете шикарное платье, и мы пустимся с вами в романтическое приключение. Такой же вы неугомонны. Я такой. Никогда не сдаюсь. Расскажите, как вам удалось открыть для публики такую талантливую художницу, как Лилия Золотарева? Мы вместе учились в Строгановском училище. Я никогда не сомневался, что вам рано или поздно застаю говорить о себе. Представляете? У нас купили все карты. У меня было хорошее настроение. Лилечка, тут девушка хотела взять у тебя интервью. Лилия Анатольевна. Поздравляю вас с вами. Мамочка! Спасибо большое. Поздравляю. Какая ты молодец. А где Русик? А он остался с Ванечкой. Бабушка-то у нас теперь с внуком сидеть не может. Каюсь. Алло. Привет. Мам, это Макс. Дай мне, дай мне. Даю маму. Алло, сыночек. Господи, боже мой, ну как там у тебя дела? Все хорошо. Начались отборочные туры? Да. Ты когда приедешь? Здравствуйте. Алло. А я уже здесь. Сюрприз, мам. Привет. Привет. Привет, 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 привет. Ты приехал. Ну, конечно, как я мог это пропустить? Лилия Анатольевна, буквально на пару вопросов. Мамочка, ты должна дать интервью. Давай. Ты же теперь у нас медийная личность. Мы с Ксюшей прогуляемся, посмотрим все. Все, давайте. В вашей карьере было некоторое затишье, целых двадцать пять лет. Как вы снова решили заняться живописью? Ну, знаете, карьера — это такое громкое слово. Я когда год назад встала за Мольберкину, ну, это было как будто я встретилась сама с собой. То есть можно сказать, что развод пошел вам на пользу? Ну, я бы не стала. Лилечка, вы уделите мне порогами? Извините, у нас интервью. Здрасьте. Ой, простите меня ради Бога. На. Лиль, не смей. Виталик, подожди. Господи, как ты здесь оказался? Вот прилетел. Ну, что ж ты не подошел ко мне? Ну, просто подумал, что ты не захочешь со мной разговаривать. У тебя наверняка новая жизнь, новая любовь. Господи, да не говори глупостей. Как ты? Как у тебя дела? А давай прогуляемся, я тебе все расскажу. Представляешь, они купили еще один мой патент. Ты наконец-то счастлив? Ну, какое счастье. Работаю без выходных, поговорить не с кем. Сырая рыба уже поберег горла стоит. Жду не дождусь, когда мой контракт закончится. Оборотная сторона мечты. Это ты все картины мои купил? Я. Зачем? Ну, чтобы художник был успешным, его картины должны продаваться. Возьму несколько с собой в Токио, повешу на стенку, буду просыпаться по утрам и лимоваться. Я очень по тебе скучаю. Я тоже скучаю. Я так рад, что ты согласилась прогуляться со мной. А вообще, кто-то собирался уйти, даже не попрощавшись. Но я бы так не смог, все равно бы приехал завтра. Ну, вот мы и пришли. Узнаешь это место? Это же наше место. Господи. Было. Ты знаешь, по контракту должен отработать еще год, но мне так не хочется терять время. Лиль, может, ты поедешь со мной в эту чертову Японию? В эту чертову Японию? Угу. Поеду. Давай начнем все сначала? Давай. Музыка. Музыка. Приятного сада. Этатататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататы Тенным кастоватотым. countless подводится на белые дни ш aman, Success What press olvides Está надо vara? Вogan улыб èؤт internacional, 있지만 на меня и Sud – есть安排 в алле считина,